Миллион? Это такая фигня! Мне, друзья мои, некоторые говорят, ты что, инфо-цыганка? Взял телефон, там, поснимал сторис, ну что за эта работа, да? Я не назвала имя твое! Кто такая вообще? Вы еще услышите, кто такая Анара? Друзья, всем из НР! Меня зовут Карри Доможакова, и сегодня у меня запись четвертого подкаста, уже четвертого, и в гостях у меня девушка, не просто девушка, а человек с мощнейшей энергетикой, та, что просто меня зарядила, когда у меня было вот так на донышке, реально. Часто бывает так, что ты, как человек, да, отдающий, помогающий людям, и в частности я такой человек, который, как говорится, не ждет ничего взамен, благостно дает другим. И в один момент я поняла, что все, я на пределе, и по воле судьбы, да, так случилось, что мы с тобой познакомились, встретились, и, ну, понеслась. Я поняла, что я хочу с этим человеком рядышком быть, вот как ты говоришь, прилипла ко мне, вот так, да, да, да. В гостях у меня Анара Чочиева. Аплодисменты. Спасибо, что пришла ко мне на подкаст. Я тебя тоже благодарю. Вообще, кстати, расскажу, поделюсь. Я видела твои подкасты, думаю, блин, какая молодец. Ну, в том плане, что кто-то начал это делать, потому что уже, там, грубо говоря, в Центральной России они уже вышли в это, и Карина начала подкасты, еще, причем, качественно, очень классно, и как-то, знаешь, вот сидишь, слушаешь до конца, я такая думаю, так, я хочу. Это просто было какое-то минутное решение, потом минутный коннект, когда мы, говорю, опять же, с тобой встретились, у меня тоже, это знаешь как? Я считаю, что, как понять, что мой человек не мой? Это моментальный мэч. Вот это вот как раз соединение и своего рода такой, знаешь, отклик. И вот от этого отклика вообще действительно. Я вот по жизни вот так действую. Расскажи о себе, кто ты, про что ты. Кто я, кто я. Кто тебя создал такую? Ну, правда, Анар, у тебя невероятная энергетика, я думаю, что в течение подкаста, даже через экран, вы это, ребята, ощутите, потому что меня сносит, но сносит вот этой вот доброй какой-то светлой, ну, огнем просто вот. Очень приятно, благодарю. Вот это хочется возвышаться и стремиться к лучшему. Расскажи, кто ты. Кто я? Я бы, я еще расскажу свою там определенную предысторию, потому что без этих вот как раз таки шагов не было бы сейчас. Меня вот такой, какая я сейчас. И я скажу, что это только-только начало. Ну, вот прям сто процентов. Вы еще услышите, кто такая Анара. Я себя позиционирую как эксперта по продажам, по запускам и продюсер. Я когда рассказываю это знакомым, многие люди говорят, кто такой продюсер, да, кто такой там эксперт по запускам. И все это знают. Я себя как раз таки позиционирую как человека, который благодаря соцсетям, благодаря как раз онлайну, который сейчас действительно и доступен, и сейчас это тот инструмент, я так даже назову его, в котором можно монтизировать бесконечное количество денег. И я считаю, что это действительно кощунство сидеть и не проявляться, потому что если есть такие возможности, важно брать. И если сказать как раз таки для всех, то я продюсер. Если для узкой как раз таки аудитории, а я думаю, что здесь как раз вот эта аудитория есть, такая теплая, своя, душевная, это я по большому секрету, я называю себя своего рода проводником. Но все называют проводника каким образом? Проводник это тот человек, который берет и проводит какие-то практики, проводит из обычной жизни духовность и так далее. Я же провожу экспертов, возможно специалистов, как раз таки к материальному миру, используя его потенциал, его масштаб, его возможности, добавляя, вот я всегда об этом говорю, просто вставить несколько пазликов, и эксперт из точки А придет в точку Б. От низкого дохода к миллионам. И моя большая цель сделать несколько миллионеров. Это такая, знаешь, возможно такая глобальная миссия, как раз показать экспертам, что возможно вот так. Возможно действительно легко, и нет вообще никаких ограничений, потому что я сама попалась в эту удочку, где, ну допустим, миллион это сложно, где, допустим, стабильно зарабатывать невозможно, где у людей нет денег и так далее. И мне друзья мои некоторые говорят, ты что инфо-цыганка? Ну, то есть знаете как, я к этому отношусь, ну прям, я всегда на шутку все перевожу. Ну, как бы иногда я говорю, да, я там инфо-цыганка, и я потом создаюсь, да. Но просто у кого, какое понимание, да, по этому поводу. И в чем разница инфо-цыган и инфо-бизнесменов? У меня этот вопрос записан, ты не поверишь. Да? Так что продолжай. Да, да. В чем разница инфо-цыган и инфо-бизнесменов, это сейчас всем информация. Инфо-цыгане, они дают знания, или вернее не дают их, и у них нет результата. То есть их цель навариться. Моя же цель как раз-таки сделать так, чтобы у всех людей, которые ко мне приходят, был результат. И, ну, как бы я уже это сделала, то есть у меня этому подтверждение есть. И как раз это про то, что я инфо-предприниматель. И я к этому отношусь как к бизнесу тоже. Потому что помимо вот этих вот всех моментов, то есть некоторые действительно обращают внимание, говорят, что, ой, что вы там, допустим, взял телефон, поснимал сторисы, что за эта работа. Все же привыкли с утра до пяти, четкий оклад, там, допустим, зарплата. Отпуск два раза в год. Отпуск два раза в год, да. И вот ты делаешь четкие действия, соответственно, получаешь зарплату соизмеримую твоим действием. И я просто к этому отношусь как предприниматель. Ну вот помимо того, что я, допустим, все делаю там, большинство я делаю в телефоне, я еще к этому отношусь очень серьезно. У меня ИП. Я плачу налоги. Все официально. Это все официально, да. Не подкопаться. Я точно так же подписываю со всеми договор, то есть с теми, кто ко мне приходит. Помимо этого, у меня там есть сайт. Все, 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 что нужно, закона подковано. У меня здесь сто процентов. Потому что заплатить там свои проценты, спи спокойно. И некоторые прям действительно говорят, а ты не боишься, что там вот есть же люди определенные, да, которые закрывают, которых закрывают предприниматели, да. Знаете как, я вот допустим, ну вот есть такая поговорка, волков боятся в лес не ходить. Ну, возможно, страшно. Но здесь просто цены другие. Здесь цены выше. И если, допустим, выбирать между тем, чтобы бояться сидеть там, допустим, и ждать, когда там меня кто-то закроет в каталажку, ну, я лучше пойду вот сюда. Потому что здесь как раз, здесь возможности, здесь другие результаты, здесь вообще другой уровень жизни. И это как раз про то, что за все как бы надо платить. Вот по поводу цен. Всему есть свои цены. И вот я здесь тоже свои определенные цены плачу, но просто я выбираю иди сюда. Это все есть выбор. Курсами уже все насытились, и у людей, знаешь, отторжение уже, такое ощущение. Вот. И как поверить снова, как пойти в новое наставничество. Допустим, у меня было наставничество, да, по контент-маркетингу. Но я тебе уже говорила, что я пошла к классному специалисту, было все здорово, но мои косяки были. Ну, может быть, ее инструменты мне не подошли. Вот. И мне, знаешь, интересно узнать, какими инструментами пользуешься ты в своей работе. То есть, если сравнивать тебя, ну, условно говоря, да, с другими наставниками, коучами, да, чем отличаешься ты, в чем твоя уникальность в работе? Очень хороший вопрос. В общем, знаешь как, когда, допустим, я на определенном собеседовании, я уже называю это как собеседование, потому что здесь действительно я выбираю кандидатуру точно. Ну, то есть, у меня, ко мне подходят не все. То есть, ты со всеми не работаешь? Я со всеми не работаю. Во-первых, я работаю только с теми людьми, которые работают с личностями. Ну, то есть, это, знаешь, помогающие какие-либо профессии, там, психологи, коучи и так далее. Радиологи, специалисты. Это те люди, ну, то есть, для меня, смотри, сейчас я тебе так скажу. Кто твои ученики? Кто к тебе обращается? Знаешь как? Я поняла, когда я поняла, что я не про деньги, то есть, всю дорогу я всегда была про деньги. Всегда. То есть, мне всегда была цель финансовая, конкретная, и мне, я вот такой, деньги, деньги, деньги. И когда я однажды села, это тоже непростой, очень, не очень простой был период, когда я однажды села и задалась вопросом, а про что я больше, чем деньги? И тогда здесь все схлопнулось. Вот прям все. Это как раз мое, как раз таки, возможно, вы знаете, сейчас модное это предназначение, миссия, и одновременно финансы подтянулись. Ну, то есть, это знаете, вот мне всегда говорили, и я всегда об этом слышала, что вот ты найдешь свою миссию, свое место, да, в этой жизни, и все схлопнется, все случится, и все произойдет так, что ты еще и зарабатываешь хорошо. Моя там большая такая миссия, я действительно ее называю миссией, потому что, во-первых, это большая ответственность, чтобы взять это. Ну, то есть, не каждый, я знаю об этом, что не каждый за это возьмется. То есть, я беру свою большую ответственность из людей и соединяю как раз таки их с тем, чтобы они в мир отдавали свои знания, свои какие-то качества, потому что уже вот просто по человеку, по определенным критериям, которые у меня есть, очень важны, по которым я как раз таки отбираю себе учеников. И они свои собственные. С мои собственные критерии я сразу же там на собеседовании понимаю, мой не мой. И на вот этом как раз таки своего рода собеседовании я понимаю, что вот этому человеку уже давно пора отдавать в этот мир. Он готов. Он готов. Просто как раз, знаешь как, я считаю, что вот человек может быть действительно классный, вот эксперт. Он классный эксперт, он умеет там, допустим, делать все офигенно, он работает с людьми, он отдает людям, он крутые результаты дает. Но, материться можно? Да, можно. Как есть. Сука, провисает у него как раз таки его финансовая составляющая. А здесь очень такой важный момент, потому что я считаю, что что может дать эксперт, если он себе не дал ничего. Это очень важно. Да, и вот я, допустим, как раз возвращаясь к тому вопросу, чем я отличаюсь от остальных наставников своего рода, да, да, я наставник. То есть я как раз работаю в формате вот такого наставничества, сопровождения, где я в процессе работы с людьми даю не только инструменты, да, они есть, и они важны, они нужны людям, да, инструменты. Какие, допустим, инструменты, вот три, три инструмента главных, которые ты даешь? Прямо конкретных. конкретных. Это навык продаж однозначно, это сто процентов важно всем. Как продавать, ну, экологично, а не так, как делала я раньше. Про это мы тоже обязательно поговорим. Про это тоже расскажем, да. Второе, это навык ведения соцсетей, контент, как правильно там его вести, действительно важно. Сейчас как раз про то, что весь рынок инфобиза, он переходит в этот формат, и вот даже большинство еще даже-даже не знают про него. А я как бы... это сторитейлы, прогревы. Я знаю чуть-чуть. Да, это и сторитейл, и прогревы, но это как раз, знаешь, про что? Вот пример, я училась там много где, тоже брала инструментарий везде, но у меня очень всегда это срабатывало, потому что здесь помимо инструмента важно еще какое-какая штука, я сейчас тоже про нее расскажу. И я знаю, что такое и другая сторона, прогревы, таблички, там, каздевы, то есть вот это вот все, когда у тебя прям целый список, там тебе заполняешь эти манткарты, и специалисты, вместо того, чтобы творить, а он, действительность, многие специалисты, они творческие люди, и вместо того, чтобы вот как раз этим творчеством заниматься, отдавать людям, они погружаются вот в другую сторону, и устают настолько, что им уже вообще ничего не хочется. ты сейчас сказала в точку, потому что с этим просто у меня была борьба на моем обучении, то есть я не люблю эти таблицы, многие меня поймут, кто обучался, проходил там, да, по контент-маркетингу тоже обучение, и меня просто, извиняюсь, ну вот реально бесит, я не хочу, я творец, я хочу создавать, я хочу вот, показывать живость как-то, и вот как раз разница моя в том, что я вообще максимально все упрощаю, и действительно многие в шоке, я делаю сложное, простым, причем настолько, что у многих ломаются шаблоны, да, я ломаю шаблоны, и помимо инструментов, которые я даю, они максимально простые, они, знаешь, это как, по-моему, кто-то из учеников мне сказал, это что, все, а когда ты Диорио давала, да, ну то есть я просто, нет, я дала там, допустим, канал, они говорят, это все, а где гид-курс, а где миллион пятьсот уроков, а где там еще что-то, ну то есть привыкли люди, вот так, и я считаю, что в моем продукте самая основная ценность, она вовне, потому что мало просто дать инструменты, они не работают на самом деле, сейчас вообще действительно время такое, что нет дефицита в знаниях, открой Ютуб, открой там, допустим, не знаю, там еще что-то, везде есть инструментарий, и его очень много, главная ценность как раз таки в людях, потому что в энергии людей, в частности, да, и я считаю, что действительно вся сила во мне, потому что дай им отдельно просто даже тот инструментарий, который я даю, отправь их самостоятельно что-то делать, они ничего не возьмут оттуда, и помимо вот того, что я даю, это навиги продаж, ведение соцсетей, да, контента, и как раз это, знаешь, про, ну, короче, чтобы был смысл, к чему двигаться, я это видение называю, что? видение, это, знаешь, как раз, кто-то назовет цель, кто-то назовет, там, допустим, не знаю, мотивация, опять же, да, а видение это то, к чему люди идут, без него тоже никак, ну, потому что, если у тебя нет там определенного четкого видения, да, куда тебе, зачем тебе, зачем тебе вообще тогда туда идти, смысл, ну, человек не дойдет, и помимо вот этих инструментов, один на блок, знаешь, как, я бы назвала это блок мышления, но это тоже такая, знаешь, очень скользкая тема, многих это триггерит, вот этот вот момент, да, допустим, ну, что мышление, что значит, мышление богатых, мышление бедных, нет, не про это, это как раз про то, что я не копаюсь в прошлом, я не копаюсь в детстве, я не психолог, сразу говорю, я не коуч, потому что многие действительно говорят, как ты можешь там работать с людьми, если у тебя нет там психологического образования, либо там какого-то сертификата коуча, мне, во-первых, это все не надо, и сейчас все на меня накинулись с помидорами, я просто, знаете как, я не лезу ни в прошлое, ни в проработки, я оставляю это все, это не моя зона ответственности, я оставляю это все специалистам, которые этим занимаются, я ни в коем случае не обесцениваю психологов, потому что я понимаю, что они очень-очень важны, я сама обращаюсь к ним и коучам тоже, я как специалист, как эксперт, помимо того, что я даю инструментарий, я понимаю, что один инструментарий, он не работает, и поэтому я как раз работаю с тем, что сегодня тебе мешает прийти там, то желаемое. то есть ты какой-то охват берешь от всех сфер, наверное, в жизни человека, и, наверное, точечно как-то прорабатываешь, указываешь, то, что ты видишь, да? вот мало работать просто по продажам, вот я так делала, и так не работает, мало просто человеку передавать знания продаж, потому что, это вот популярное, да, колесо баланса, допустим, если проседает там отношение, ну, смысла нет, к примеру, идти там в продаже, если у нее там в отношениях, как бздец. А сейчас тоже будут спорить с этим по-любому, холостые девушки, может быть, тоже в поисках, но при этом они тоже потрачат, сами себе. Да, 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 вот по поводу, допустим, я работаю только с женщинами, но я и мужчин к себе приглашаю, потому что я понимаю, что я мужчинам, тоже много чего могу дать. Ну, то есть, знаешь, это как раз другая точка зрения, и эксперты же, и мужчины могут быть. Ну, то есть, мне интересно и с теми работать, но пока у меня только женщины. Даже по обратной связи учеников, за вот это вот время, в которое я с ними работала, за которое я с ними работала, вот так, я человеку, ну, допустим, я-то работаю по продажам, увеличиваю там их, ну, финансовое состояние, да, помогаю увеличить. А в этот период они в других сферах тоже подтягиваются, в отношениях, там, в отношениях с мужчиной, со своим, с детьми, с родителями и так далее. И как-то у меня ученица, моя отдала обратную связь, ты, говорит, духовный учитель. Ну, то есть, вот про это. А это мне все очень близко, я не буду, там, бить пятка в грудь, скажешь, я вообще-то духовный, я только-только иду по этому пути, и для меня очень, как раз-таки, цены, цена вот этого, духовность, да, это как раз одна из моих ценностей, которые я несу, и вот только-только начинаю идти по этому пути. Применяешь ее. Да, да. И даже отбираю я людей, вот именно по этому принципу. И женщины, которые ко мне обращаются, ну, которые не обращаются, которые ко мне приходят, они как раз дают обратную связь, что я больше, чем продюсер, больше, чем эксперт, и, ну, как бы, больше, больше, чем коуч. Вот, здесь я, наверное, как ученик поделюсь, ну, тем, что, да, как я прошла этот путь с Анарой, и в чем, наверное, уникальность Анары в том, что она, безусловно, верит. Вот у нее нет просто пути сдаться назад. Вот, либо вперед, либо результат. Все, другого просто здесь не дано. Я также проходила, ну, много наставничеств. Вот здесь я прям могу смело сказать, что, наверное, большая моя удача в том, что я попала в Анаре. И вот тот результат, который я сделала, это тоже благодаря ей. Вот, я не раз говорила, я всегда это говорю, что, вот, наверное, вот так мне никто никогда не верил. Вот, прям, ну, я, соответственно, сейчас передаю дальше. Тоже, да, верю, буду словно во всех. Люблю. Видела, я читала отзывы, отклики твоих учеников в Телеграм-канале, в основном, да, ты там выкладываешь? в основном там. Я оставлю ссылочку QR-код, можете подписываться, уже сейчас наблюдать, и, как говорится, увидеть подтверждение словам Анары. Классно. Я, да, я точно это ощутила, определенно, при встрече с тобой, потому что мы говорили обо всём, и о бизнесе, и о детях, о семье, да. Наверное, я очень верю в знаки, я очень верю, как говорится, что всё происходит по воле судьбы, и именно в нужный момент мы с тобой встретились. Да. Ну, вот реально, я, и может быть сейчас для многих из вас, друзья, да, Анара тоже послужит таким проводником, в ком вы реально нуждались. Ну, вы, кто мне доверяет, кто доверяет моему, мнению, может быть, да, или моему видению, меня всегда окружают такие люди, как-то притягиваются сильные, храбрые, смелые, и, которые, знаешь, пробивают, говорится, стену. Ну, я, знаешь, как скажу, подобное притягивает подобное, между прочим, тебе не, быть может, да, к тебе 100% никак не могли прийти другие. Знаешь, как скажу, по, моему пути, вот, когда я шла, допустим, начиная там от продажника, от сетевика, и, допустим, сейчас я говорю, что это вот этот вот путь, было все. И да, я пробивала, там, стену, лбом расшибала. И знаете как, мне раньше очень сильно поражали люди, которые говорят, ну, знаете, миллион, это такая фигня, вот вы заработаете, и вы сами поймете, что это мало. Ну, то есть, вот так люди говорили. У меня просто на это, как красная тряпочка для быка, в смысле, вы гоните, зашплаты 60, там, 50 тысяч рублей, а вы, видите ли, ну, то есть, я прям материлась, вы видите ли, миллион, вам кажется, мало. И меня очень сильно это триггерило, задевало, потому что я понимала, то есть, ну, у меня родители, там, мама у меня учитель, я сама учитель по профессии, то есть, я выучилась в КГУ нашем, вот, и папа у меня тоже, получается, в школе работал, замдиректора, и я прошла очень такой большой путь, и когда я слышала о том, что миллион, это капец как мало, я понимала, что, ну, вы гоните, честно, ну, вот я материться не буду, уж, ну, мне хотелось очень материться, и когда я сама дошла вот до этого, я поняла, что, действительно, да, я теперь верю, что это легко, во-первых, что это легко, скажи мне, что это легко, это легко, правда, короче, знаете как, первые сто тысяч, они гораздо тяжелее даются, нежели миллион, ну, вот честно, это мое, я сделала микрофон, еще раз повторю, сто тысяч, они гораздо тяжелее даются, нежели, там, миллион, сто, двести, триста, они, короче, даются гораздо тяжелее, и вот знаете, что самое интересное, я поняла, что я к нему планомерно шла, то есть потихонечку, потихонечку я увеличивала, вот этот вот доход, я просто не считаю деньги, это тоже очень интересная такая тема, и как-то мне мой коуч, давай как посчитаем, и на, может, двадцатое число у меня уже был доход, там около пятиста, я говорю, в смысле, подождите, а где они? Вот такой вот момент, и, и как раз таки я поняла, что миллион, он гораздо проще, и мало просто его хотеть, ну, то есть знаешь как, моя тема, которую я как раз таки даю, и в чем мое отличие, да, почему действительно со мной эксперты дойдут до него быстрее и проще, нежели они одни пойдут, я беспрекрасно могу сказать, что нежели они с другим наставником, потому что мое отличие, оно прям действительно, ну, колоссальное, по сравнению с другими людьми, я вообще нисколько не выпендриваюсь, это так и есть, вот. Ну, результаты есть, результаты есть, можно об этом говорить, да, потому что, если первый раз, когда мы сделали, это можно было сослать там на какую-то случайность, да, и это повезло, а когда это действительно там регулярно происходит, да, и у моих учеников есть такие результаты, значит, это говорит о том, что действительно, это проще со мной сделать, это проще. Они всегда спрашивают, в чем успех, что делали, да, что-то делали. Ну, просто здесь мало просто словами объяснить, здесь реально. Здесь надо прочувствовать, я, наверное, скажу, вот этот момент, когда вот это какое-то волшебное, сейчас модно, да, это волшебное поле, какое-то вот, единое поле, но и отрицать этого этого тоже не стоит, потому что действительно энергия общая, и энергия наставника, она, безусловно, важна. Вот насколько он сильный, насколько он мощный внутри, энергетический, по каким-то другим, да, моментам. Он же и отдавать может, потому что, вот правильно ты сказала, да, очень много наставников-наставников, наставник-экспертов там всяких, а он сам по себе скудный, по энергии. Вот как он отдаст? Вот если, допустим, Монару, да, она 10 часов может в зуме сидеть, а кому-то нужны постоянные какие-то отдыхи, передыхи и все остальное. Вот, поэтому здесь мощь, энергия, и, соответственно, Вера, ну, и Анара мне нравится, что она не только, допустим, как эксперта прокачивает, а именно как личность, наверное, как личность, как, да, все сферы жизни, наверное, с тобой просто приходят в какой-то баланс. Она такая, ага, нет результата, давай-ка посмотрим, что у тебя здесь, вот здесь, ага, сходи туда, 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 все, и ты потом сидишь, о, я бы в жизни не подумала, что у меня вот в этой сфере запомнили, потому что опыта много у нее, и она уже видит людей, она уже знает, куда надавить, и, ну, соответственно, что? Говорит. И опять же, да, вот тоже такая интересная тема, у меня ученица есть одна, и она сходила тоже на обучение к другим, к другому наставнику, у нее был опыт, и она же могла сказать, ну, знаешь, у меня был опыт уже, я уже туда ходила, я ничего не получила, и я больше не пойду, да, у меня, ну, то есть она же могла сказать, что, ну, типа, вот был уже отлик, ну, то есть вот такой опыт, и он не очень удачный, а таких опытов у многих, ну, прям завались, прям очень много, и она могла отказать, но по какому-то внутреннему отклику, мэчу опять же, да, она поняла, что, ну, вот зачем-то надо, и выросла в доходе в три раза, ну, то есть... Сколько у нее сейчас, ты сейчас говоришь про родолога? Нет, нет, это вот девушка прекрасная, она живет у нас в поселке Майна, где мы сейчас снимаем, она приехала меня поддержать, и она очень крутая, специалист, кстати, тоже, вот на ее примере расскажу вопрос такой, я ее лично не знала, она везде, везде у меня появлялась, и вот слышали такое, может быть, когда мир разговаривает с вами, надо и услышать его, ну, то есть он не обычным языком разговаривает, да, как-то посылает, я что-то, просто я слышу, это, знаете, вот как с рупора, она везде, одни, вторые, третьи, и очень большое количество людей знакомых, с нами вместе, ну, то есть ее знают, меня знают, у нас очень большое количество людей знакомых, и я такая думаю, так, интересненько, почему это она, ну, так сильно светится у меня, и я еще ее не взяла, и что я сделала, я ей написала, и это как раз, знаете, про что, сейчас ко всем экспертам обращение такое, не стоит ждать, когда люди сами вам напишут, все же хотят выложить стойку, и сказать, так, все заходите ко мне, у меня там марафон, курс, там еще что-то, какой-то продукт, оффлайн, онлайн, просто все ко мне, все хотят так, все хотят просто, я не скажу, что все сложно, на самом деле это тоже просто, но стоит проявить инициативу, потому что есть люди, которые не придут сами, которым важно протянуть руку и сказать, пошли со мной, и как раз она, пример того, что вот я ее позвала, она говорит, если бы ты меня не позвала, я бы не пришла, ну вот, и х3, да, и х3 в чеке, да, и экспертам, да, я многим советую, ну, не сидите, не ждите, когда напишут вам, и знаете, я тоже это такое, фонит частенько от экспертов, что я не буду навязываться, я не буду, там, к примеру, не знаю, там, давить на человека, да, или там, что-то там постоянно, там, навязывать себя, я не буду, в том, что я себя продаю, в этом нет ничего такого, это как раз, да, искаженное мнение о продаж, и вот этот эксперт мой, она пришла, и я вот, то есть, знаешь как, она фонила, я сама ее позвала, она зашла, и мы сделали вот такой результат, и это только начало, я так скажу, потому что мастап гораздо мощнее там. Для зрителей, да, кто тоже не знает, или видят тебя первый раз, скажи, сколько ты занимаешься наставничеством, вот, продвигаешь, да, других экспертов, по времени, год, два, три. Нет, нет, смотри, знаешь, как скажу я тебе, формат сопровождения, это формат своего рода наставничества, и что мы делаем в процессе, я учу экспертов делать самозапуски, то есть, что это такое, что такое самозапуски вообще, то есть, люди, те, кто в инфобизе плюс-минус шарят, они знают, что, допустим, запуск, это там есть продюсер, он берет определенный процент, он работает с людьми, он набирает там целую команду большую, да, и с этой командой они там запускают какой-то курс определенный, и потом по итогу запуска они делят там 50 на 50, то есть, у всех по-разному. Я как раз-таки, я такой кейс, и все мои ученики тоже кейсы этого, я умею делать запуски на очень низких охватах просто с одним экспертом, нам никто не нужен, никто, там ни проджект, ни менеджер по продажам, ни, там, допустим, ни методолог, ни, кто там еще может быть, даже ассистент даже не нужен, то есть, просто один человек может сам себя запустить и делать это регулярно. И вот в чем, допустим, еще, опять же, моя отличительная особенность, я считаю, у меня нет задачи подсадить на себя эксперта, чтобы он постоянно там на меня подсел и ко мне заходил. Я, конечно, не против. Делать совместные запуски, да? Нет, чтобы они регулярно заходили, но вот, допустим, у меня эксперты сами выбирают идти со мной дальше, потому что они понимают, что со мной проще, со мной быстрее. Покупая твое наставничество, делать запуски, сопровождение, да, и уже вместе продавать курсы, продукты, да? Да, да, ну, то есть, смотри, сейчас даже, вот мои ученики, которые делают уже свои запуски, определенные, они могут это делать потом сами регулярно. Но есть у меня эксперты, которые заходят ко мне повторно для того, чтобы сделать там x5, x6, x10. Ну, допустим, пример. У меня есть эксперт, с которым мы сделали запуск на полтора миллиона. И для многих это был шок, для нашего, как в смысле, в нашем? Недавно совсем, да. Для нашего, там, допустим, региона, полтора миллиона, вы что, вы с ума сошли, как так? Ну, то есть это вообще действительно для многих было удивление. И что значит на низких охватах? Чтобы вы понимали, у нас охваты были 30-40 человек. Вот если у вас в сторис или в ВК или где-нибудь в Телеграме смотрят 30-40 человек, имейте в виду. Вы можете заработать полтора миллиона. Да. Но здесь, смотри, парадокс. Для меня был парадокс. Это да, для многих парадокс. Здесь, знаете, какой очень важный момент? Здесь не только про охваты. То есть, знаете как, здесь важна экспертность. И вот в моем точно так же случае я тоже, для меня это самой был шок, когда я сделала миллион без Инстаграма. Я вообще всегда считала, что можно делать там большие деньги, зарабатывать только там видео, там регулярно сторис снимать, там Инстаграм вести и так далее. Скажи всем, что это не нужно делать. Это не нужно делать. Сотрудничать с тобой. Ну, то есть, смотрите, у меня эксперт, которые вообще в Инстаграме не появляются, она не любит его. Она вообще саботирует и говорит, это не мое, вот это та площадка, на которой я не хочу. Вот она саботирует. Но потихонечку мы к этому придем, и я учитываю как раз-таки желания эксперта и понимая, что можно по-другому. Можно сложное сделать проще гораздо. И когда мы сделали как раз-таки полтора миллиона на низких хватах, это про то, что ей понадобилась только она сама. Опять же, сила в ней, как и во мне, в принципе. Сейчас у всех в головах многое сломается, какие-то тараканчики там сбегут и так далее. Да, сто процентов. И если, допустим, взять других моих учеников, они подтверждение тому, что... Ну вот даже по цифрам. Я когда рассказываю, просто как-то общалась с моим знакомым, он говорит, ты что гонишь? Я говорю, а что такого? Он такой, в смысле вы такие цифры делаете в нашем маленьком городе? Я такая, ну да. А я понял, вы просто друг другу все продаете. Деньги туда-сюда гоняете. Да, да, да. Вот это тоже, кстати, интересная тема, что я понял, говорит, как отработать. Это по примеру сетевого. Одни типа учатся одному, потом переходят, передают там другому и так далее, и вниз, вниз, Знаешь, как скажу? В общем, мои ученики сделали минимальная сумма за месяц 300 тысяч. Я считаю, что для Бакана это очень хорошие деньги. Очень. 300-300, 450-550, полтора. Ну то есть ни у кого нет по 100-200. Ну и так сразу скажу, это тоже опять же фильтр. Если, допустим, человек приходит к мне и говорит, что я хочу зарабатывать там 100-150, но это не ко мне. Это как раз таки... Окей, все поняли? Да. Планка сразу. Если выше. Ну и здесь тоже, опять же, другая сторона, допустим, фильтра. Есть люди, которые приходят и слишком завышают. Это тоже надо трезво к этому относиться. То есть, во-первых, у меня есть экспертность, и я хочу там, допустим, я уже устала на сотке сидеть там, на полтиннике, я хочу, к примеру, 500. Легко. Прокачай мою тачку, точнее меня. Да. Пожалуйста. Прокачаю. Слушай, ты же мне дашь рекомендации и свою видение. Обязательно. Так что не отключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok 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 это сложно, так же, как и для многих ребят посмотрят сейчас нас. Как разрушить это в твоей голове? Вот знаете, на самом деле многие люди, они хотят миллион. Но я вот много с кем общаюсь, да. Ну, опять же, не все. Не всем он нужен, давайте по-честному. И вот я как раз за то, что там, я не для всех, не все для меня. Это про то, что не всем действительно нужен миллион. Ну, кому-то достаточно, там, той суммы, которую он зарабатывает. Ну, просто мне нужно. И тем, с кем я работаю, им тоже нужно. Потому что они хотят больше в своей жизни, они хотят больше возможностей, они хотят больше позволять себе, детям и так далее. И понятно, что у всех свой путь. И вот это как раз знаешь про что? Я вот своего рода выделяю такую определенную целевую аудиторию. Ну, то есть у меня не широкая целевая аудитория, очень узкая. Но в этой узкой аудитории очень много людей. Очень много. Мне даже их и на эту жизнь, и на следующую хватит. Вот. И это про то, что вот это как раз таки узкая аудитория моя, да, это эксперты. Те, которым нужно, которые действительно не просто хотят, но что-то для этого делают. Не просто сидят, да, допустим, говорят, ну, я хочу, но делать ничего не хочу. Просто пусть на меня свалится. Но это, знаешь как, это тоже своего рода проверочка от вселенной, да. Там есть такой момент, что, а действительно ли ты готова к этому миллиону, чтобы, ну... Его получить. Его получить. Потому что у всех по-разному. Кто-то получает, да, допустим, миллион, а потом на следующий месяц пусто. Ну, то есть, знаешь, то густо, то густо, да. Это своего рода, знаете, сейчас моя детская позиция. Похрен. Но просто я лучше буду больше зарабатывать, больше создавать. И... Со временем уже не учиться. И со временем я просто делегирую вот это. Я даже, знаешь, как-то себе задала вопрос. Хочу ли я, допустим, учиться финансовой грамотой для того, чтобы там потом вот этими финансовыми... Да не хочу я учиться этому. Я просто возьму человека, найму его, и он будет... Ты же упрощаешься. Да, я все упрощаю. И мне гораздо проще сделать вот так. Гораздо проще заработать. Возможно, да, это немножко инфантильно, но у меня бывает то густо, то пусто. Было. И это как раз, да, много, скорее всего, таких экспертов, которые, допустим, в один месяц вообще просед, а в следующий там бомбанули. И вот такие вот качели-качели. То есть на этом тоже не прожить. Ну, то есть никто не там не отменял кредиты и ипотеки, потому что банку вообще пофиг, что ты это в этот месяц не поработала, да, не попродавала. А вдруг у тебя, не знаю, помыслись в месяц. Ну, бывает же такое. От состояния тоже уже все зависит. И здесь как раз про то, что вот у меня бывает такое, вот я помню, допустим, прошлый весь год. Вот мне сегодня, допустим, нужны деньги. И моя раньше старая такая стратегия я всегда занимала. Я была в долгах, как в шелках. И кредитки вот эти и так далее. И как-то так произошло. Скорее всего, это и окружение, меня появляло и мой рост, и мое обучение, и мое развитие, что я перестала это делать как-то резко. Вот как получается. У меня может, допустим, сегодня не быть вообще денег. И потом я знаю, что, ну, блин, сто процентов у меня не будут. У меня, чтобы вы понимали, раньше была такая дикая паника, если у меня там ниже какой-то суммы выпускалось, все, у меня включалась паника, тревога и так далее, там, вот такой вот, я такая вся, или как там, меня все трясет. В один момент я сознала, что это ни к чему хорошему не приводит. Я что-то пытаюсь, там, что-то продаю, что-то как-то создаю, да, эти деньги там. Это было когда примерно по времени? Это не так давно, может быть, около года. Ну, то есть, может, если год назад, то у меня вот такое было постоянно. Это старые привычки просто. Да, да. И вот сейчас, допустим, моя, ну, вот, до Нового года, я говорю, у меня было такое время, что, допустим, у меня вот сегодня ноль, завтра сразу, может быть, либо ровно такая сумма, либо больше. Ну, потому что, знаешь как, опять же, да, мое убеждение сейчас, оно нерушимое, что я сто процентов, где бы я ни находилась, где бы я там ни жила, забери у меня там все, раздельно догла, грубо говоря, я хоть как там смогу создать деньги, смогу продать. Потому что у меня есть та экспертность, которая нужна людям. Ну, то есть, знаешь как, это просто даже приехала в другой город, я смогу познакомиться с людьми, найти нужное там окружение себе. Руки, ноги есть, голова на месте. Да, да, да. Многие же сейчас говорят, самая лучшая инвестиция – инвестиция в себя. И я на каком-то уровне это понимала. И я в себя инвестировала, и инвестирую до сих пор без остановки, потому что я понимаю, что забери у меня все, все, что здесь, оно останется, и действительно это то, что нужно людям. И в моем сейчас, в моей реальности, в моей реальной жизни у меня вообще нет дефицита. Ну, то есть, вообще. И даже если будет у меня там минус или ноль на карте, я вообще, ну, знаешь, даже глазами не моргну, потому что я знаю, что я сто процентов сделаю больше, где бы я ни находилась, чем бы я ни занималась. И это к вопросу, да, о том, что вот наше убеждение формирует нашу реальность. И вот это мое убеждение четкое, что умение продавать, умение как раз-таки монтировать свои знания, они важны вообще абсолютно всем. Чем бы ты ни занималась, если ты хочешь зарабатывать больше зарплаты в найме, то ты продажа, и вообще есть все. Слушай, ну не у всех, не все хотят. Не все хотят предпринимателями, брать ответственность, рисковать. Всем страшно. Ну, вот знаешь, по поводу даже страха, я тебе так скажу, вот гораздо проще идти с кем-то как раз-таки вот в этот масштаб, нежели одной. Одному очень страшно. Во-первых, мы себя со стороны никак не видим. Ну, то есть это честно. Во-вторых, когда ты идешь с кем-то, ну, то есть знаешь как, где-то я услышала у одного очень авторитетного человека, но я его имя не запомнила, но я знаю, что он авторитетный. Я услышала то, что гораздо легче и выгоднее купить чужой опыт, нежели самому идти по этому опыту. И у многих ошибка, у многих экспертов они берут все. И неправильно действительно, вы знаете, я недавно слышала такую прям позицию человека, мне не нужен там наставник. Опять же, в его понимании наставник вот что-то такое, вот что-то одно. И я лучше пойду схожу, там, учусь, обучусь, ну, мирологии, астрологии, там, еще о чем-то, на психолога пойду, еще куда-то. И к своей стопочке вот этих вот дипломов он еще складывает несколько этих дипломов. Но здесь знаете как раз про что? Зачем таки все-таки нужен, своего рода наставник? Это про то, что я прошла этот путь, и я практик. То есть в чем отличие мое? Я не теоретик. Я не буду пересказывать вам книжки, которые, допустим, прочитала. Я дам те инструменты, которые рабочие, которые дают результат. И если, допустим, взять как раз-таки момент, что эксперты, которые ходят и бесконечно там чему-то учатся, им просто легче взять человека, который их уже поведет. Ну все, хватит учиться. То есть есть такие люди, есть прям определенная такая категория людей, которым все хватит. Они уже настолько перенасыщены. Это знаешь, когда уже настолько знаний у тебя много, но у тебя какая-то привычка. Это вот есть такая популярная болезнь, синдром самозванца. И они уже перенасыщены информацией. И знаешь, что они, кстати, начинают делать, если кто-то узнает? Мейкните. Они начинают учить всех. То есть они начинают отдавать свои знания абсолютно всем. Бесплатно? Нужно, не нужно, бесплатно, очень дешево, вообще всем абсолютно. И это тоже очень такая большая ошибка эксперта, потому что он обесценивает все свои знания. Он-то в свои знания миллионы вложил, а продает за тысячу рублей. И автоматически его люди тоже обесценивают. Ну вот за кофарь, допустим. Как раз. Кто будет... Да сейчас вот даже, по-честному, марафон стоит тысячу рублей. Марафон идет в месяц, стоит тысячу рублей. За тысячу рублей весь месяц на марафоне делать нечего. Да и ценности нет. И ценности нет. Человек тысячу рублей выкинул, и даже, может, пару раз зашел на этот курс, ничего не взял особо. А потом, знаешь, мнение складывается. Да, там ничего такого не было. Да, да. Ну вот есть даже, есть другая сторона, да. Есть люди, которые в их продукте вода, ну то есть очень много воды, но они задирают ценник. Ну то есть это тоже... Это уже инфо-цыгане. Это уже инфо-цыгане, да. И здесь как раз про то, что вот эти вот как раз эксперты, вместо того, чтобы идти бесконечно обучаться, еще и еще, дайте мне еще информации, я там хочу много всего. Я вот, знаешь, вот тоже еще одна из категорий людей, которые вот все умеют. От наращивания ногтей, ресниц, волос, заканчивая там астрологом, психологом, коучем. То есть он прям вообще универсальный солдат, я таких называю. И вот эти вот универсальные солдаты, они про все и не про что. И человек не идет... Ну то есть у него позиция какая? Чем больше я сейчас знаний получу, тем ко мне больше клиентов придет. Вот сейчас, допустим, я ногти сделаю девушке, а потом она ко мне придет как к психологу. А потом она ко мне придет как там, к примеру... Ну там уже уровень доверия. То есть это не работает. Не могу. Вот допустим, знаете, опять же, да, разница. Вот есть очень такое нашумевшее название, личный бренд. И у человека все равно с какой-то нише определенные люди ассоциируются. И это же не те люди, которые занимаются дофига чем. Это только те люди, которые в какой-то определенной нише, они уже устоялись, они здесь экспертные. И человек пойдет вот к нему. Вот так вот. И вот это очень большая ошибка людей. много-много в себя напихать и идти бесконечно еще и еще обучаться. И знаешь, еще здесь какой момент тоже есть. Это такая, знаете, я скажу, иллюзия, когда человек ходит, обучается в разные направления. И ему кажется, вот я здесь попробовал, а это не мое. Я пойду здесь попробую, здесь тоже не мое. Я пойду здесь попробую и так далее. То есть он идет и перебирает разные ниши, разные обучения. А на самом-то деле вот эти страхи, которые в человеке сидят, вот эти вот ограничения, вот это неумение продавать, страх продавать, ну как бы его никто не убрал. В какого бы ты нишу ни пришел, везде надо продавать. Везде. И здесь как раз важно идти именно вот в сторону как раз-таки наставника, который может привести тебя к тому, что ты там в этой уже нише, где ты хотя бы уже только обучился, ты сможешь уже сделать, монетизировать, там, получить первые деньги. Я вообще считаю, что если ты ходишь и обучаешься везде, важно всегда отбивать это обучение. Что это значит, да? Ты, к примеру, пошел, обучился, сразу же идти и практиковать. Сразу идти и продавать. Потому что, ну как бы, смысл тогда всего. Зачем? Ну, чаще всего так и бывает, что человек обучился и тянет резину, знаешь, не приступает, не приступает. В моем случае, наверное, я всегда, если обучалась, я старалась уже во время обучения идти что-то делать. Получила какой-то блок, да, знаний, раз, применила. Блок знаний получила, применила. И раз за раз, ну, знаешь, ну, как бы, у тебя получается реально и отбивать, и зарабатывать. Но это хорошо, когда человек знает четко, что он хочет. Вот ты говоришь, да, что ты можешь человеку помочь сделать стратегию, отбросить что-то лишнее, как говорится, как бриллиант, который, да, еще не начищен. Там, вот, а вот что для меня, к примеру, вот я хочу тебя, как простая девушка, которая к тебе, скажем так, обратилась, да, за консультацией. Вот что в моем случае, может быть, ребятам будет тоже интересно. Потому что все видят, что я такая, значит, там и сям. Я вот реальные близнецы, которые вечно метаются. Вроде все может, и там могу, и там могу, а конкретики нет, и меня мотает из стороны в сторону. Но вот сейчас веду, допустим, подкасты, и мне это, знаешь, очень тяжело дается. На самом деле мне капец, как тяжело дается. Я ночь не спала опять, понимаешь? Хотя вроде как бы некомфортно, я знаю тебя уже, да, как гостя. Но вот внутри, внутренне странно. А почему это тяжело дается тебе? Ну, ну просто, знаешь, вот как-то вот не по себе. Я все равно, так или иначе, как бы я ни говорила, что мне все равно там на мнение людей, все равно это имеет место быть. Да, это всегда, да. То есть полностью от этого ты не можешь избавиться. И получится ли, буду ли я нормально выражаться, там над речевым аппаратом тоже нужно работать, я это все четко понимаю. Но опять же, смотри, какой момент. Я боюсь, я делаю, я понимаю, что вот уже четвертый подкаст, я что-то уже возьму для себя в опыт. Как бы я же учусь, да, может быть, у меня еще нету крутой там студии и так далее, но все это со временем приобретется, главное делать. И самое важное, знаешь, я под утро в шесть утра проснулась, и у меня скручивало живот от волнения. У тебя такое бывает? Нет? Я вот всегда, когда сильно переживаю, там как-то, да, не знаю, что произойдет, что будет, и начинаю переживать. И я подумала о тебе. Я такая, Анара, так, она же берет людей в наставничество, она наставник, у нее такая ответственность. Матерь Бозья, что она переживает? А у нее еще мероприятие впереди. Прикинь, про мероприятие немножко там мы позже скажем, оно капец какое масштабное и глобальное. Я такая, Ана, наверное, сто лета не вылазит. Ну, потому что у меня крутят живот, но у большинства людей так, все, кишечник говорит пока, желудок говорит пока. И я подумала, правда, эти ведомления, ни хера себе, какая она мощная, какая она крутая. Еще раз подтверждение этому, понимаешь? Ну, знаешь как, вот это тоже будет такое своего рода наебка, если я скажу, что я не боюсь. Я тоже человек, и у меня тоже есть там реакции человеческие, да, и мне тоже страшно, я тоже какие-то там процессы проживаю. И, ну, сегодня я не боялась, почему-то мне было мега комфортно. Знаешь как, вот опять же, да, почему я и с учениками над этим работаю, потому что это работает у меня. У меня есть большое видение. У меня есть то, куда я иду, там, через год, где я буду, через пять лет, через десять лет. И, знаешь как, вот есть такое тоже очень хорошее выражение, как только ваши страхи, как только ваши мечты и желания будут выше ваших страхов, вот тогда вы начнете делать. И вот как раз-таки видение – это про мечты, про желания, те, которые мне важно реализовать, там, через год, через пять лет, через десять, через пятнадцать. И вот у меня есть вот это вот видение, и вот эти страхи, они вообще ничто. Ничтожество, вот так я даже скажу. Потому что, вот, как бы, вот у меня просто есть чаша весов. И у меня есть выбор идти туда или не идти. Если я, допустим, выбираю идти сюда, я понимаю, что здесь вот есть вот такие моменты, да, здесь ответственность выше, да, здесь, здесь как раз-таки выше цены я плачу. Но вот эти страхи, они вообще ничто, то есть они очень сильно перевешивают. В том плане, что, ну вот я, короче, мне легче идти сюда, чем не идти, потому что вот эти страхи, они, ну, ни к чему не приведут, они к моему видению не приведут, вот так я скажу. Ни к росту, ни к видению. Ни к росту, ни к видению. И здесь знаешь как, я очень рекомендую всем, это один из моих лайфхаков, просто отключать мозг, потому что мозг наш, он как раз-таки запрограммирован, опираться на прошлый опыт и как раз-таки делать так, чтобы мы туда не шли. Ну вот он отвечает за безопасность. И что я делаю? Я очень быстро принимаю решения, я очень быстро действую. Я иду, конечно, к тому, чтобы сократить вот этот путь, потому что я знаю людей, которые действуют, вот сегодня подумали, завтра сделали. Ну то есть, либо сегодня подумали, через пять минут сделали, да. У меня всё равно ещё пока такое нормальное расстояние, я его просто сокращаю. Когда это расстояние очень короткое, от твоей мысли до действий, тогда у тебя даже мозг не успевает включиться. Это, знаешь, в моменте у меня было, появилась с вами, я зашла на обучение за 350 тысяч, да. Ну то есть, представляешь, это, ну, как мы говорим, там треть, а нет даже, одна четвёртая там машина, ну, 350 тысяч. Это было первое такое вот высокое, ну, дорогое моё обучение. Второе, второе, это я продала на высокий чек, и что-то я ещё сделала, такое некоформное для себя. И это, знаете, как, я просто, когда всё это сделала, у меня отказал организм, и я просто уснула. Просто уснула. И я даже не успела это переварить в мозгу, я просто сделала очень быстро это. И потом, когда я уже начала переваривать, это поздно, уже бессмысленно. Просто если бы вот это, вот всё переваривание было до вот этого момента, то тогда у меня бы включился мозг, как бы, ты же с ума сошла, ты чё? Во-первых, ты взяла, продала за высокий чек, какая ответственность, во-вторых, ты зашла на другое обучение, ты что? А если не получится, эти уже наставников дохера, это опять же, да, покупая чужой опыт, я купила как раз-таки расширение. то есть, меня очень это сильно расширило, купив вот за такую стоимость обучения. И я считаю, что это стало ещё одним из таких вот, знаешь, таких компонентов, которые повлияли на мой вот этот вот рост. Ну, ещё один вот момент, это тоже касаемо того, что я и транслирую, то, что я тоже, продаю, это как раз-таки контекст. Это когда я попала в то поле людей, которые занимаются тоже инфопродуктами, инфобизнесмены, грубо говоря, инфопредприниматели. И я считаю, что это тоже очень важно, потому что в моём окружении мало кто этим занимается, и у меня был выбор зайти, во-первых, в этот контекст, в этот поле. Или занимался, то есть у тебя окружение немножко было другим. Ну, знаешь как, мы затронем, кстати, твою точку А, и к какой точке Б ты стремишься. Обязательно просто немножко вперёд заезжали, ничего страшного. Если касаемо тебя. О, хорошо. Дошли, дошли. Если касаемо тебя. Как ты видишь? Ну, вот, допустим, если, знаешь как, чтобы мне понять, куда тебе, я бы тебе сделала прям такой определённый, очень-очень глубокий разбор. Это, знаешь, разговор в форме диалога. Не-не-не, это просто обет в лице. Я её два раза заполняла, я такая, нет-нет-нет, это не распаковка. Я распаковки не делаю, мне это не надо. Да, мне это нравится. Это просто, вот знаешь, вот ты встречаешься с подружкой, или вот, к примеру, вот ты берёшь подкасты, у тебя всё спрашивают, а мой, там, моя, грубо говоря, это что, собеседование, да, это такой своего рода разбор, разбор тебя на купице, и я задаю тебе вопрос, это как будто ты мне подкаст, ну, то есть ты мне даёшь интервью, а не я тебе. Ну, парочку вопросов делай, чтобы потом не отвлекаться. Ну, смотри, так как я тебя уже плюс-минус поняла, плюс-минус знаю, вот я бы, знаешь, как сделала? Я слукавлю, если скажу, что типа всё в лёгкости, что, ну, там, допустим, ты только на драйве, только на, допустим, на какой-то там эйфории, на каком-то, вот таком на крутом состоянии, будешь делать. Рутина есть всегда, везде, ну, как ни крути, есть какие-то определённые процессы, которые не очень. Ну, и знаешь, я всегда, ну, я как отношусь, всё есть выбор. Просто к этому можно относиться совершенно по-другому. Поменять отношения, да? Поменять отношения, потому что, знаешь, как, вот есть такое, да, вот в отношениях, ну, не знаю, родственник какой-то, или подушка, ну, вот бесит, ну, ты же ничего не можешь сделать, тебе приходится с ней общаться, потому что она там родственница твоя. И здесь у тебя какой выбор? Я не просто не общаюсь, да? Я просто не общаюсь. Всё есть выбор, это про что? Это просто важно изменить отношение к человеку, и всё. И здесь как раз точно так же, потому что есть какая-то определённая рутина, но опять же, так как нет видения, у тебя и сил на это нет, понимаешь? И вот я бы, вот если, допустим, работала с тобой, я, во-первых, бы поработала на твоём видение, вот именно, именно твоё, не навязанное кем-то, не тачки, яхты, квартиры там в Дубае и так далее, а именно твоё, потому что у большинства людей вот эти как раз таки цели и мечты, они навязаны. Я вообще считаю, что список хотелок не работает, ну потому что, знаешь как, цели, которые пишут люди, они, как правило, выстраданы, а всё, что выстрадано, не работает психика человека, не позволит туда ему идти, то есть никак он туда не дойдёт. И я больше как раз таки про то, что тебя зажигает, что тебя дровит, именно твоё, не навязанное кем-то. И уже исходя из этого видения, у тебя будет прописана стратегия, исходя из того, что ты умеешь, что ты знаешь, что тебе близко, что тебе люди говорят. Ну то есть это знаешь как, вот полтора часа мы с тобой разговариваем, я беру у тебя интервью, я много-много у тебя спрашиваю, много о тебе узнаю. И если, допустим, даже взять то, что вот я сейчас вижу, тебе как раз, если развивать вот этот вот, вот эти вот подкасты, свой ютуб-канал, я вообще считаю, что сила в провинции. Ну вот честно, сила в провинции. И о тебе, ну то есть раз ты этим занялась, сейчас ты это делаешь, на самом деле, по-моему, я вот никого в БК не просто не знаю, кто снимает подкасты. И если ты, короче, вот сюда, во-первых, важно здесь, важно здесь тебе хорошо монетизировать это все, потому что, ну, по-честному, это, да, энергозатратно, это звук, я знаю, очень дорого стоит, цвет помещения, оборудование, то есть вот это вот даже... Я к этому иду. Да, вот если все вот это даже сделать, вот этот вот монтажер, да, который тебе будет монтировать, это все, ну то есть это прям действительно в копеечку круглую, но просто тебе важно на это монетизировать, чтобы вложиться, как раз сделать вот эту там студию, и как раз-таки продвинули там свой канал, чтобы возрасти там подписчиков, чтобы к тебе аудитория вышла. И твое как раз-таки возможно видение на год, через год, да, в работе со мной, с вами реклама, твое видение через год, это когда люди, знаешь, с инфобиза, с большого рынка, я называю европейский рынок, потому что это все, что находится в центральной Алисии, да, они будут приходить жать тебе на подкаст, потому что действительно большая сила в провинции. И опять же, да, если люди удивляются, что у нас здесь в Абакане там или в нашей Акасии нет денег, это ошибочно, потому что очень много людей, которые хотят действительно выйти в онлайн и начать зарабатывать здесь хорошие деньги, начать там, ну, стабильно это делать. И регулярно это возможно действительно у всех. Считаешь ли ты, что ты можешь делать на твоих охватах, на твоих знаниях, на твоем, допустим, на твоей экспертности, сделать там миллион, полтора, два, три? Ну, полтора может быть, два, три, ну, вряд ли. Плюс, видишь, нужно обрастать командой, чтобы все равно масштабироваться, чтобы делегировать. И, то есть, в принципе, да, я постепенно к этому иду, но мне еще с трудом верится, что это возможно, понимаешь, это вот реально в моей голове сидит, что я вот потихоньку пойду, пойду. Вот как ты говоришь, да, стрельнуть можно, но можно и выгореть. То есть, я себя подготавливаю к этому плавномерно. Ну, смотри, знаешь как, а есть примеры людей, у которых получается без команды, знаешь как, вот я так скажу, вот, допустим, я тебе говорю, Карин, пойдем, к примеру, там, зарабатывай, там, миллион, полтора, пойдем, на тех активах, которые у тебя есть сейчас. И, нам пока не нужна команда, мы сейчас полтора миллиона зарабатываем, а потом ты с этих денег намежешь команду, еще что-то, еще что-то. Многие люди ошибочно, что делают, особенно специалисты, они, знаешь как, вот им, допустим, говоришь, а давай, к примеру, там, оффлайн что-нибудь делаем, ретрит, тренинг, онлайн курс, оффлайн курс, что еще там, ну, вот, вот выступим прям перед людьми, и, допустим, ты их свою экспертность покажешь. И многие люди начинают, это же надо помещение, это надо, там, допустим, мне нужны вот эти, вот пятое, десятое. То есть они, то есть, они даже не смотрят на окончательный результат. Это знаешь, вот есть такая штука, психологи, коучи поймут меня, есть такой вот паттерн неудачника. Вот уж надо вот это. Да, вот допустим, я тебе говорю там, давай полтора. Ты такая, блин, и у тебя включается, и у многих так включается, это сложно, это невозможно, это тяжело, я выгорю, ты же там не была еще, ты же не знаешь, и ты уже, прикинь, опять же, твое убеждение, что ты, что ты выгоришь. И, ну, так и будет, ну, потому что твои убеждения, они формируют реальность. И вот этот паттерн неудачника, он вообще у всех, у всех, у большинства экспертов, он прям очень громко звучит. И я сегодня с мужем еду, такая, я говорю, слушай, ты знаешь, что такое? Я говорю, у тебя есть паттерн неудачника? Он такой, есть. Я говорю, ты хоть знаешь, что это? Он говорит, нет. Он такой, ну, он у него есть. Есть, еще так уверенно сказал. Должно говорить, уверенно. Было. Было. Что такое паттерн неудачника? Это когда мы еще там не были, допустим, я тебе говорю, миллион, миллион это просто, да, ты говоришь, нет, миллион это сложно, я выгорю, мне нужна команда, там, еще что-то, еще что-то, или не получится, или никто не придет, никто не купит. то есть у тебя вот такие вот моменты, да, к примеру? Я уже на консультации, короче. Да. И у специалистов многих такая же ситуация. То есть они даже не были там, они даже туда не ходили, но они уже в себе, в голове, ну, знаешь, вот тоже есть такие тоже нерушимые установки многих людей, ой, что ваши наставники? То есть они даже там не были, чаще всего, да, они даже не были у этого наставника, но у них есть чье-то мнение в голове, оно очень громко звучит, его очень тяжело разбить, что наставник это полная херня, что это развод, что это не работает, и как раз про что? Они же там не были, ни у одного наставника они даже могут не быть, но они уже где-то слышали, заведомо знают, заведомо знают, что это не работает. Это знаешь, типа, да знаю я, вот ваши эти наставники, наставников, да, научат вас, бабки с вами, вас поимеют и все. Да. Им что, надо что ли, чтобы вы выросли, что ли? Они тебя разведут, как лоха. Да, 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 кинете на бабки, про меня то, что говорили. Муж эксперта моего говорил так про меня, но мы сделали за пять дней полтора миллиона, и он такой, все, я вас верил так-то. Я вас верю, и в тебя, и в нее. И сейчас мы идем к следующей цифре, и она уже вот-вот, это восемь миллионов. Икс сколько там? Ну, от полутора считаем. От полутора считаем. И вот знаете, это как раз про что? Многие люди почему-то думают, что эксперты только вот тут, в рамках нашей республики, в рамках нашего города. Вот мой эксперт, у них сейчас люди там с разных городов, Питер, там Рязань, у нее с Нью-Йорка девушки зашли, представляешь, с Америки мы выходим на международный рынок. И это опять же, да, можно сидеть и думать, что, ну, клиентов нет, денег нет, и все плохо, а можно думать, что, ну, вот мое убеждение, опять же, денег очень много, и клиентов тоже очень много, и вот в моих экспертах, в тех учениках, которые к мне приходят, нуждаются люди. А прежде чем тебе стать вот такой вот сильной личностью, наставником, скажи, из чего ты начинала, что так повлияло на тебя? Что так повлияло на тебя, кто повлиял на тебя? А кто повлияло? Я была в сетевом, я думаю, что многие там были, у меня сетевой был НЛ, это такая огромная школа роста, ну, то есть я очень сильно благодарна наставникам, и знаете, это про то, что я наставником стала еще до того, как это стало мейнстримом, ну, то есть в сетевом, там же тоже наставники, те люди, которые тебя подписывают, да, ты для них являешься наставником, и я считаю, что я оттуда прям очень много чего взяла, и как раз-таки умение там вести Инстаграм, там снимать сторис, вообще соцсети вести, я взяла оттуда, и навыки продаж, в частности, тоже, я прям действительно считаю, что я неплохой, была наставник, я был неплохой менеджер, ну, то есть в этой компании, я взяла на события, это опять же, да, вот с этой компанией я росла, очень классно, В каком году начала? Это было с 17-го года, по-моему, по 20-е, по 21-е, ну, плюс-минус вот так, я из Найма, ну, будучи учителем, как раз пошла в сетевой, и вот сейчас в сетевом, те, кто начинает, допустим, свой путь, я рекомендую идти в сетевой, возможно, вы станете там топ-лидером, да, компании. к кому пойти? К кому пойти? Ну, конечно же, конечно же, к Маше. Пурнаковой. Да, отдельная любовь, это потому, что, кстати, я отдельную благодарность, вот, Маше, я тебе сейчас посвящаю, мы будем потом приклеивать фоточки такие? Да, да, делаю. Вот, потому что я вот благодаря Маше выросла, ну, то есть, это действительно тот человек, который очень сильно повлиял на мою жизнь, и она, благодаря ей, я прям очень выросла, я всегда буду ее благодарить, я периодически это в соцсетях делаю, и чего только мы с ней не проходили вместе, и крым, и медные трубы, и дорогу, Фаддлера до Краснодара, а там Семерпантин, ну, чего только не было. В общем, для меня, ну, как бы, Маша является вот таким моим первым наставником, то есть, во-первых, это почетно очень, Маша, во-вторых, это знаешь про что? Это про то, что, безусловно, вера наставника, она действительно очень важна, и вот она в меня всегда верила, всегда вкладывалась, и я почему, очень сильно и буду всегда благодарна, потому что благодаря ей я очень круто выросла, очень, ну, то есть, практически, там, многим вещам, которые я сейчас умею, это все благодаря ей. Извини, перебью, если бы не Маша, мы бы с тобой здесь не сидели, знаешь, почему? Маша была первым, да, получается, ну, вот, ты знаешь? Он меня направил, помог я тоже, прям, я всегда говорю, что Маша обожаю и люблю. Да, сто процентов, Маша, идите в сетевую, вот так даже я скажу, потому что там все, там и окружение, и то, что нужно людям, и признание, и как раз-таки возможности, и финансы, то есть, там есть все. И когда я уходила, мне было очень тяжело, ну, то есть, я проживала вот этот вот период очень болезненно, я начала набирать в Месси, в Месси очень стремительно, у меня был какой-то, прям, такой, знаешь, дикий стресс, и это не произошло вот так, ну, то есть, не было так, что я такая, ой, я разочаровалась, я ухожу, нет, я компанию безумно люблю, я, там, безумно люблю наставников твоего, наставников даже, их несколько, и здесь нет такого, что я такая, знаете, я пошла, ну, то есть, вы мне не додали, или, к примеру, вы мне, там, не знаю, не понравились, ну, или разочарование какое-то, нет, я с очень большой благодарностью ушла, я надеюсь, мега экологично, ну, я так надеюсь, затем я ушла, это тоже можно называть запуски, я ушла в организаторство, я была два года организатором, женских тренингов, я привозила сюда в Бакан тренера с другого города, это франшиза, и я была два года как раз таки организатором вот этих тренингов, и это, знаете, как следствие уже, я стала организатором сообщества, даже ни одного, как называется? мусо, то есть я, знаете, меня даже как прозвали, меня, музы мои, кто проходил тренинг, прозвали мать мусо, это как раз про то, что я типа этих мусо, здращивала, рожала, на этом как раз таки, я и прокачивала вот этот навык продаж, и это была разная система продаж, и очень такая тяжелая, через боли, не экологичная, то есть ты продавала агрессивно, агрессивные продажи, прямые там, это и прогревы, ну то есть в сторис, да, я очень долго-долго прогревала, и многие люди, они там, кто-то принимал решение сразу, кому-то понадобилось там несколько, то есть это прям регулярно, постоянная работа, в инститете, кстати, ну не самое, это для экспертов боль, прогревы это боль, а на самом деле прогревы это такая длинная продажа, то есть это не в моменте, да, а вот как раз это когда выстраиваешь отношения с аудиторией, и потихонечку им нативно продаешь, и вот этому опыту тоже очень благодарна, как бы мы не расставались с управляющей компанией этой музы, там, тренерами, я очень сильно благодарна этому опыту, потому что я очень круто за эти два года выросла, потому что здесь нужны, ну как раз-таки здесь я обрела вот эти навыки, не только организаторские, да, но выступления на аудиторию, опять же такие, знаешь как, ну то есть я делала прям все, мне приходилось выходить там, какие-то сообщества в другие, себе заявлять, говорить, что если вот я такая, у меня есть сообщество, у меня образовалось почему два, потому что в одном сообществе мы проводили мастер-классы, но до сих пор существует в Телеграме там около 400 человек, а в другой сообществе это уже те женщины, которые тренинг когда-то прошли, и да, я действительно считаю, что это очень крутой тренинг, он рабочий, ну то есть он дает результаты. Муза, ну да, олицетворение женственности, там энергии какой-то раскачанной. Знаешь как, вот действительно многие думали, что муза это как раз про то, что там мы качаем женскую энергию, да? Ну первое, что приходит, наверное, на ум, это это. Здесь знаешь больше про что? Поясничку тебе уберу. Здесь больше про как раз таки взаимоотношения с мужчиной. Вот муза про это, это про женщину и про взаимоотношения, и как раз таки здесь идет такая, грубо говоря, не скажу, что пропаганда, здесь показывают, какой мужчина, и показывала это мужчина именно, потому что тренер мужчина, ну кто может рассказывать о мужской психологии, если не мужчина, да? Странно будет все это делать женщина. И как действительно вот с таким мужчиной взаимодействовать с женщиной? И я считаю, что как раз таки вот эта вот муза, она знаешь как, устаканила наши отношения с мужем, потому что разное было, это знаете, вот мы с мужем уже 16 лет, да? Это и развод, и разборки, и ругой, ну чего только не было в жизни. И я считаю, что как раз мое постоянное присутствие внутри этого контекста, как раз таки вот этого женского, как раз вот этого контекста музы, оно позволило мне устаканить, уравновесить отношения с мужчиной. но на протяжении вот этого времени, когда я была организатором, мой внутренний мужик, он все равно выскакивал, он был нужен, потому что, знаешь, одно дело, когда ты муза, а другое дело, когда ты организатор музы, и это совершенно другие навыки. Это здесь важно, и включать вот эти вот все мужские вот эти вот моменты, которые действительно важны, потому что, ну, давайте по-честному, да, я организатор. Моя ответственность, чтобы тренинг прошел от и до, чтобы на этот тренинг прошло достаточное количество людей, чтобы тренер приехал сюда, чтобы, ну, то есть это и делегирование, да, это и... Когда тебя едут, ну, что такое, Нара? Клопы, да? Это и какие-то вот бизнес-процессы, да, которые очень важны, и муза, как сама муза, она, ну, как бы и организация, и мать-муз, это разные скиллы, и я, получается, как раз-таки понимала, что важно врубать своего мужика в каких-то моментах, да, в каких-то моментах женщину, но я очень круто свою женщину прокачала, вот именно в контексте этой музы, я теперь знаю, как с мужчинами общаться без манипуляций, как с мужем без манипуляций общаться, потому что, ну, вот этот язык манипуляций, он в корне в нас, ну, то есть мы манипулируют очень легко умеем мужчинами, а как по-другому не знаем, и вот это мне как раз дало действительно колоссальный рост как с этой стороны, так и с другой, ну, и плюс это мне дало очень крутое окружение, я очень сильно благодарна. Настал тот момент, когда я понимала, что все, и с каждым потоком, то есть я пройду поток, проведу, и затем у меня откат, и я восстанавливаюсь очень долго, мне очень много времени нужно, чтобы восстановиться, ну, то есть по сути, это такой мини-запуск, и с каждым разом все дальше. Сколько это проходило этот запуск? Месяца два-три где-то примерно, два-три месяца между потоками. А между, а сам поток, допустим, три дня. А, три дня всего лишь? Да, тренинг шел три дня. И вот мне надо было просто, знаешь, как я просто однажды пришла к тому, что мне вообще расслабляться нельзя. То есть я вот перед тем, как запустить, я так раз, подсобралась, и поехала, продавай, там все-все-все. И потом я такая поняла, что мне расслабляться нельзя. Я провела тренинг, и сразу опять тут же, тут же. И может быть, два потока я так отвела, и я откатила. И я сейчас уже просто осознаю и понимаю, что те продажи, которые я делала, они были, ну там, не очень экологичными такими, даже агрессивными продажами. А скажешь пример? Как ты это делала? Знаешь как? Вот, допустим, тема отношений, она всегда будет актуальна. И всегда там будет болеть. Всегда. Потому что, ну, по-честному, у нас не учат этому нигде. ни в школе, ни в институте. И это та боль, которая есть у большинства людей. И если я понимала, что у человека болит там, это знаешь, вот как у тебя ранка свежая. ты берешь туда еще больше давишь. И вот знаешь как? Я могла с человеком общаться и понимала, так, к примеру, да, у нее там муж изменяет. Или там, к примеру, не зарабатывает. Или, к примеру, не знаю, там, отношения вообще охладели. Либо он бухает. Ну, то есть, вот какие-то вот такие вот моменты. И как только я понимала, что я нашла ту ранку, я туда начинала еще больше давить и рассказывать те последствия. Вот если ты сейчас не пойдешь, то, короче, будет все плохо. Вот если ты сейчас не начнешь там что-то менять, да, допустим. И они меняли? В большинстве случаев, да. Я не скажу, что в 100% в случаях, но здесь опять же, знаешь как, здесь у всех исходные данные разные. И да, по-честному, раньше, допустим, я всегда говорила, ну, странно было бы, если я так не говорила, да, что этот тренинг нужен всем. Не все к нему готовы. Каждый просто в свое время. Кому-то он прям охеренно круто на них сработал и дал очень крутые результаты. Кому-то нет, кому-то там, кого-то откатило там, к примеру, еще. Ну, это все по-разному. И понятно, что это, знаешь, как групповой эффект такой, потому что они проходили группой, они тоже сплочались. И вот сейчас, допустим, помимо того, что они просто тренинг прошли, они еще там окружение свое прибыли новое, да, они дальше начали двигаться, кто-то, да, допустим, кто-то там кому-то не зашло, они прям признавали это, и я такая, ну, ок, и так тоже может быть. И опять же, вот, допустим, не каждый человек сможет заниматься, опять же, таким, ну, быть организатором. Не каждый. Ну, то есть, это, знаешь, вот как со стороны это все выглядит неплохо. Ну, то есть, я организовывала вечеринку. Что за вечеринка? Это был год музы. То есть, я просто за 2 недели решила организовать, там около 100 человек было, но я в этом так устала, но было очень классно. А сколько у тебя был откат? Ну, знаешь как, я его провела, потом я отвела тренинг, и потом я на лето ушла в такой, откатся в розы отпуск. Возможно, кстати, это, ну, вот как раз таки это вечеринка, но я понимала, почему так. Я не умела тогда делегировать только, практически я все делала, но ассистент у меня был тогда, вот мы вдвоем, да, помощники были, да, музы. Но одно дело просто, знаешь, прийти на готовые мероприятия, а другое дело, ну, как бы, быть задействован в этом, быть организатором, потому что здесь ответственность гораздо выше. Очень долго принимала решение уходить полгода. Ну, я свои цены заплатила, до сих пор плачу эти цены. Своего рода такой был трамплин для меня, для того, чтобы как бы идти дальше. И я понимаю, что каждому получается действие, каждому шагу это какой-то трамплин перед каким-то там, допустим, квантным скачком. Да. Вот в отношениях ты говоришь, что вы ругались с мужем, были ссоры, и тебя просто как сильную женщину, не каждый мужчина это потянет, понимаешь, даже в эмоциональном плане. Ты его можешь так вот придавиться, так, сидеть, сидеть. Знаешь как, вот я сейчас с уверенностью скажу, что не будь моего мужа, не была бы я такой. То есть это всегда короче рост, это всегда заслуга двоих людей. Ну то есть не будь его вот такого и вот вот этого нашего пути, я бы не смогла прийти к этому результату сто процентов. Это я считаю, что один из таких вот факторов, благодаря которым я действительно расту, двигаюсь и вообще какие-то действия совершаю. Потому что вот я глубоко убеждена в том, что каждая женщина должна быть замужем. У меня без сути, конечно, но я прям в этом уверена. И знаешь как, у нас были разные периоды, когда я доказывала, так, знаешь что, я тоже могу, я конкурировала, да, с ним. Когда я наоборот сдалась полностью и была ождивенцем, и он как бы меня вез. Когда я вроде как сдалась, но на самом деле я не сдалась. Это вот, ну давай ты, типа, вот так вот. И вот эти вот все периоды моей жизни проходили, и я очень долго в жизни пыталась его изменить. Вот прям изменить пыталась. Надо дать ему должное, что он действительно меня такой выдержал. Ну это же, представляете, это вот когда ты постоянно не дотягиваешь, не до. И вот я... Кто не дотягивает? Ну то есть, это знаешь как, вот мой муж, по моему мнению, постоянно, типа, не дотягиваю, либо наоборот. Ну то есть, вот такие вот были качали в разную сторону. Либо он сильно крутой, либо он наоборот не крутой. И вот какое-то постоянно вот такое. И либо вот сейчас здесь недостаточно, здесь недостаточно, либо здесь, допустим, наоборот много. Есть такие люди, у них, вот я верю в реинкарнацию, переселение души, все такое. Я тоже, кстати. И я верю, что действительно наша душа, там, ее очень много лет, и вот... Есть мудрая, есть молодая. Да, да, да. И вот он вот такой вот мудрый. То есть, есть люди умные, которые все-все-все знают, но мудрости ноль. А он вот как раз-таки из категории мудрых людей. И вот его мудрости, как моей веры, для ученика, хватило на нас двоих. И сейчас вот... Вот, знаешь как, он медленно, потихонечку, полномерно, очень мягко прививал мне те ценности, свои смыслы какие-то глубокие, свою вот эту мудрость, что это на меня перешло. то есть, я была, честно признаюсь, я была там абьюзером эмоциональным. Есть вот абьюзеры физические, а я эмоциональная абьюзера. Есть абьюзеры мужчины, а есть женщины. Есть женщины. Кстати, женщин, абьюзеров тоже очень много. Всем привет. Ставьте лайки. И я прям... Мне кажется, я тоже абьюзер. Вот это знаешь, это когда вот мужчина на качелях качает, сегодня ты такая гладкая вся пушистая, белая, мягкая, а завтра ты как дала жару, да? То есть, вот это вот всё. И у меня... Я если расскажу, конечно, я как-то вот на каком-то из эфиров, что-то я так сильно разоткровенничалась и прям рассказала всю правду. У всех там волосы дымом вставали, насколько я реально жёсткий абьюзер. И вот ты, да ну, ты же вот вся, вот эгегей. Ну, это пример того, что смотри, здесь важно как раз, опять же, что мужчина, что женщина, абьюзеры, они только когда сами выберут выйти оттуда, только тогда. Это просто как у, в принципе, алкоголиков, наркоманов. То есть, как только человек поймёт, что он, допустим, алкоголик, он пойдёт и начнёт что-то менять. И я как раз-таки из абьюзера вышла в ту женщину, которую действительно, благодаря ему, опять же, его терпению, его верь, его мудрости, я смогла это сделать. Ну, и знаешь как, очень большой такой показатель. Вот в моей семье прививаются ценности, ну, знаешь как, не насильно прививаются, это тоже нативно, в моей семье ценность семьи, она вот как бы первостепенно, она вот красной нитью. У меня мама с папой тридцать восемь лет. Вместе, да, уже? Вместе. Ну, какой пример, конечно. Да, у нас трое детей, у меня две сестры, и вот у нас мужья все, и у нас вообще как бы, понятно, вот допустим, у меня больше всех были мысли, что мы, во-первых, дольше всех мужем, у меня больше всех были вот эти вот мысли о разводе, ну, все через это проходят, и сейчас, допустим, что я, что мои сестры, мы дошли до того, что у нас вообще нет мыслей и, ну, как бы, разговоров о разводе, потому что, ну, как бы, вот это те ценности, которые нам привили родители, и мы просто понимаем, это опять же, да, про то, что я говорила, есть цены, есть, короче, за что платить. Платить, да. Да, и те цены, которые, допустим, мы платим за те действия, да, они, ну, они гораздо выше, поэтому эти действия лучше не совершать. Вот. И мама моя, у меня, кстати, мама очень мудрая, ну, и папа тоже. Так и ты тоже мудрая, извините. Да, вот по годам, собственно, так и есть. И вот это как раз-таки от родителей, да, у меня, и мама тоже очень большую роль сыграла, я все равно в этот период инфантильности своей, знаешь, что, знаешь, я звезда, а ты не звезда, и знаешь, иди. Ну, то есть мама прям очень, как раз-таки, она повлияла на то, чтобы сохранить наш брак. А я еще набежалась на нем, между прочим. Мама, это в каком? В каком году это было? В каких годах, я тебе даже скажу. В какой-то период был, почему так происходило? Мы не жили полгода. Это был, это был, у нас очень такой непростой был период. Откровение. Откровение, да, шок-контент. Это когда, получается, моему ребенку было, нашему ребенку было, что-то, может, полтора года. Старшему? Старшему. Их двое. Да, у меня двое мальчиков, и мне жили полгода, и я уже думала, что мы не сойдемся, и он тоже как бы думал, что нет. Ну, знаешь как, как говорит мой специалист, родолог, что наши отношения, они свыше. Что мне, что я, и мы разбор просто делали. Что мне, что ему, они так, она так и сказала, наши отношения, они предрешены. Ну, то есть, как бы вы не хотели, как бы вы не захотели расстаться, ну, говорят, вы только вместе будете. Вот вместе мы сила. И вот мы реально там со всеми справляемся. Просто раньше у меня реально корона была на голове, очень большая, и я считала, что вообще-то ты меня не заслуживаешь. Потом, наоборот, эта корона спадала резко вдруг, и я и падала в другую сторону, где я говорила, вообще-то, я тебя не заслуживаю. Я знала, и когда, знаешь, если с тобой все не ок, со мной тоже все не ок. Ну, то есть, сейчас это к тому, что с тобой все ок, все хорошо и нормально, и со мной тоже все ок. И, знаешь, как вот мы с ним разговаривали, я говорю, слушай, а я вот не помню, а когда я от тебя отстала? Он такой, ну, так-то давно. То есть, когда я перестала его менять. То есть, это прям, я не знаю даже, когда это произошло, как-то это произошло, вот как-то само собой, возможно. И тебе не тренинг помог? Да, возможно, да. Это вот как-то в процессе было, и я реально от него отстала. Просто на словах это очень легко сделать. Ну, смести фокус на себя, полюби, знаешь, как сейчас в тренде, да, полюби себя, и тебя все полюбят, там, ну, то есть, вот такие вот какие-то моменты. На самом деле, я с этим согласна, но это не так просто сделать, как на словах звучит. Конечно. Это такой прям тяжелый путь, реально полюбить себя, и реально отстать от человека, то ты с ним живешь, на минуточку. я хочу, чтобы носки лежали, не здесь, ну, то есть, вот такое. И это реально работа над собой прежде всего. И я глубоко убеждена, что как только женщина начнет меняться, мужчина автоматически будет это делать тоже. Он тоже начнет меняться. невозможно насильно человека изменить и заставить его там, не знаю, там, не курить, там, или еще что-то. Вообще невозможно человека изменить насильно. И это, опять же, на словах просто не работает. Ну, то есть, это важно действительно, как раз-таки, зайти в процесс, и вот, я считаю, сейчас, только я считаю, да, это, что я могу говорить на тему отношений. Ну, то есть, я могу. Потому что этапы такие сложные пройдут. Да, во-первых, я прошла вот этот опыт. Во-вторых, я была внутри контекста, где как раз-таки, вот это все транслировалось. Понятно, что я не лезу, где не моя зона ответственности, вот психотерапия, вот в это все. Но, я считаю, что я как раз-таки, на этапе работы с людьми, туда тоже могу немножко заходить, чуть-чуть, потому что я понимаю, что это тоже взаимосвязано. то есть, у женщины проблемы с отношениями, ну, какие сейчас деньги, какие, какая реализация, давай-ка здесь чуть-чуть посмотрим, допустим, вернем хотя бы, ответственность заберем себе сначала. Ну, то есть, вот такое. И, и я, получается, как раз, судя, да, по своему опыту, могу сказать, что, как только, там, человек выбирает, женщина выбирает меняться, ну, идет вот по этому пути. Сама. Сама. Все вокруг начинает меняться. Если, есть в отношении стратегия войны, борьбы, то это уже проигрышная стратегия, потому что в любой борьбе, в любой войне есть проигравший и победивший. Если эта стратегия есть в семейной жизни, то это провальная стратегия. Там победивших, наверное, и нет. Там и нет победивших, потому что этот победивший, он не будет считать себя, чувствовать себя победителем. И самая, я считаю, верная стратегия, это когда выигрывает и один, и второй. Это вот этот вот вин-вин. И всегда важно играть вин-вин. Вот есть песня такая, знаете, я как-то ее слышала, «Однажды» лирик. И там такие слова, «Однажды все пройдет, неважно…» Мы сейчас включим. Включите слова. И знаешь, как там, типа, важно то, как видит Бог. Ну, ты знаешь как, это же тоже, если вот из этой, хотя бы из этой вот парадигмы двигаться и делать какие-то свои действия, уже вообще все смысл поменяет. Даже отношения, накладывая на отношения, на отношения с людьми, вообще все же есть отношения. Отношения с подписчиками, с аудиторией, отношения там с близкими, отношения с мужчиной, все есть отношения. И если рядом с тобой люди проигрывают, то значит, не в людях дело, а уже в тебе. Когда я с мужем боролась, я всегда проигрывала. Всегда. Вроде бы, казалось мне, что я выиграла, но такого чувства удовлетворения не было. Вообще, реально, габелька, и роста тоже не было. И сейчас я живу из позиции, как раз, когда выигрывает оба. Ну, то есть, только так. И я всегда задаюсь вопросом, знаешь, как, а как я перед Богом потом встану? Ну, то есть, в этих отношениях я сейчас вот так поступаю. В Ингпин, у нас вообще все стало классно. в тандеме, просто как два две сильные личности, два партнера. Никаких ссор, никаких разборов, никаких моментов таких по поводу, там, не знаю, каких-то разборов, ничего такого вообще не было. Потому что, ну, я выиграю, вот ты выигрываешь сто процентов. И его ценности, вот те ценности, которые у него есть, они прям, знаешь, как, он потихонечку в меня их не вбил, а знаешь, как, они тоже у меня были, он их раскрыл. Вот ценности семьи, ценности отношений, и мы можем, как, и болтать вместе, да, допустим, разговорить, и как друзья, и молчать, и как любовники, и как... Все как надо. Да, все как надо. Ну, мы можем быть успешными, мы можем развиваться, вкладываться в себя, инвестировать в себя, но при этом в доме, да, снимать вот эти вот себя, вот этот плащ. Да. Супер-вумен. Супер, да, черный плащ. Да. А скажи про мероприятие, которое предстоит у тебя в июне. Да. Какой-то прям там грандиозный, масштабный день будет? В общем, как только я начала вести группу, я запустила ее в Сочи, и я приняла решение, что я хочу собрать большую конференцию. И тогда это было на уровне там 100-150 человек. Ну, я уже собирала 100, я типа знаю, как это делать, и я смогу будет 150. Когда тренинг проводила? Когда, нет, это было, ну да, когда тренинг проводила, я на 100 человек собирала. И, знаешь, как бы, как только там, есть такой медсед, отправляешь запрос в Вселенную, тебе ты получаешь ответ. и я поняла, что, допустим, 100-150 такое, детский лепет. И вообще я фанат... Тоже говорят о позиции такой выше. Ну да, да, здесь это про масштабы, про ответственность тоже. Вообще я фанат нашего города, наших Акасии, и вот если раньше, допустим, я хотела переехать, у меня было... У меня было такое мнение, что, допустим, мне надо срочно переезжать на море. Ну, все хотят на море, все там собираться туда, почему-то прям тогда очень сильно фанило, и многие туда собирались. И я тоже хотела. Но я тогда от себя просто бежала, я сейчас поняла это. Сейчас мне классно вообще везде, где бы я находилась, потому что я везде с собой себя беру. И я про то, чтобы, знаешь как, на данный момент времени я не хочу переезжать. У меня здесь все, у меня семья, у меня друзья здесь, близкие, родня. Да тут твои корни, что же говорится. Да, да, да. То есть я, знаешь как, уехать где-то пожить, там путешествовать тоже нормально, то есть вот так вот. А так, чтобы выбрать где-то, переехать, пока нет такого. Но я не загадываю, я не категорично вообще ни в каком вопросе. И просто сейчас вот так. И я понимаю, что у меня есть возможности, у меня есть ресурсы для этого, у меня есть желание и большая вера, что у меня получится. Это опять же, да, вот допустим, вообще как эта идея зародилась, я хочу, чтобы о моих экспертах, моих учениках, знали как можно больше людей. А как это сделать? Собрать конференцию? Любой человек может прийти. Прийти может любой человек, вообще абсолютно любой человек, потому что, знаешь, здесь будет формат такой, который важен прям вообще абсолютно всем. Не важно, в найме ты работаешь, там допустим... Не только предприниматели вообще. Да, да. Вообще, предприниматель ты, инфопродукты там продаешь, в онлайне ты зарабатываешь, вообще нет никакой разницы. Ты знаешь как, я просто понимаю, что, смотри, вот даже этот подкаст, скорее всего, вы будете слушать, параллельно делая что-то. Мало кто вот так вот сейчас из вас сидит, вот так вот смотрит в камеру и записывает то, что мы говорим. Маловероятно. Скорее всего, вы параллельно чем-то занимаетесь, и ваш фокус уже не здесь, а фокус на другом. И я знаю, что гораздо эффективнее, ну вот как можно сделать так, чтобы человек несколько часов вникал и брал информацию и получал как раз пользу, чтобы вышел уже и уже вырос. Только на оффлайн-мероприятии, и когда ты там сидишь, ты внутри, и твой фокус только там на сцене. И вот это вот как раз таки мое желание, чтобы о моих экспертах узнали как можно больше, обо мне, чтобы узнали люди, как раз таки, это просто, знаешь, вот от момента мысли до реализации, короткий тоже срок. Я стала в обучение сейчас к очень крутой девушке, она из Москвы. Ты сейчас в обучении сама в наставничестве? Да, да, да. То есть как раз таки по созданию вот этой конференции. Там очень много внутренних. Я просто, у меня нет, знаете как, у меня нет вот этих вот страхов, а вдруг не получится, не получится, у меня нет такого, у меня есть, вот просто вижу цель, не вижу препятствий. Я просто понимаю, что вот эти все моменты, они такие, второстепенные. И опять же, да, возвращаясь к моему видению, я знаю, куда я иду. И вот эта конференция один из вот этих шагов, который меня к моему видению приблизит. И я вот в этом сейчас наставничестве, да, в обучении у девушки. Она с Сочи, по-моему. Она с Абакана. Ой, это была, из Москвы. Она из Москвы, а вот есть у нас еще и Сочи с девушкой, которая тоже организует конференцию, у нее там не тысяча человек. И я привезу сюда очень крутых фиблайнеров. Вообще, я думаю, что это будет регулярно. Ну, то есть, пока сейчас, я так думаю, пока я еще туда не ходила. Посмотрим в июле, скажу или точно. Июнь или июль будет? В конце июня. Конец июня. Конец июня. И у нас максимальный зал, то есть, это первая конференция, такая вот большая, масштабная, в Хакасии, да, на такое количество человек. Первый раз приедут хедлайнеры, спикеры, которые действительно, там, лидеры мнений, ну, то есть, на кого вы подписаны, скорее всего, да, и которые действительно будут вам вещать со сцены и действительно говорить какие-то моменты, которые вы не услышите нигде. И почему я говорю, что это масштабное, там, мероприятие, то там будут и крутые спикеры, и спонсоры наши, местные, и, ну, короче, весь, вся элита, весь бомонд, и все люди, которые себя к ним относят, они тоже придут, ну, потому что это действительно круто. И такие люди, ну, это грех не сходить, не посетить, я считаю. И кто будет, я скажу позже, ну, то есть... Из-за блайнера, да? Да, вы однозначно увидите, потому что это будут и баннеры, и наружная реклама, и листовки, то есть, ты знаешь как, я буду вещать не только в своих узких соцсетях, но и везде. И вот это как раз-таки возможность для каждого человека соприкоснуться вот с этим миром, с другой реальностью, и посмотреть, что можно вот так, по-другому. Вот я сейчас узкому кругу людей показываю другую реальность, вот как раз на этом мероприятии, на этой конференции я покажу большому количеству людей, что есть другая реальность, что можно по-другому, можно проще гораздо и быстрее. И что Анара это вообще сделает. Да. Ну, я готова тебя также поддержать вообще всеми руками и ногами, потому что я вообще от тебя отлипать не хочу. Мне кажется, весь подкаст было видно, что я вот так вот рот открытый и слушаю. Нет, я очень люблю таких открытых людей, умных, мудрых. Я готова слушать и не перебивать, понимаешь? Я тебя благодарю. Вот. Я желаю, Анара, чтобы у тебя всё получилось, чтобы ты достигала своих целей вообще беспрепятственно, чтобы всё шло гладко и чтобы предстоящее мероприятие у тебя прошло так же идеально, с наименьшими какими-то, не знаю, факапами. Желаю, чтобы наш город, наша столица, город Абакан, наша республика развивалась, люди меняли мышление, росли в доходах, вот, вообще ничего не боялись. Так же, как и я сейчас, не боюсь снимать подкаст на телефон. Не больше. Это только начало. Вот. У нас есть голова, руки, ноги, да, и самое главное, это сейчас знак того, что нужно действовать. Не бояться идти к своим целям. И я рекомендую просто посетить страницу Анары, я, опять же, повторюсь, ссылочки прикреплю. Просто познакомьтесь с ней ещё лично, каждый ближе. Я думаю, вы останетесь довольны, восхищены, так же, как и я. По мне, думаю, видно, я человек, который не умеет врать, на моём лице всё написано с лицом с субтитрами. Вот. Анара, я тебя очень благодарю, что ты ко мне пришла на подкаст, для меня это большая честь. Будем делать. А сейчас мы находимся ещё на классной базе, сибирский глэмпинг, правильно? Очень красиво, да. Название это всё выговорить не могла. тут невероятно красиво, ребята. Я тоже ссылочку оставлю и прикреплю рекламу. Посмотрите, пожалуйста. Очень-очень красиво. Спасибо. А ну, мы это сделаем. Анара, ты крутая. Спасибо. Анара, ты крутая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok